В Могилёве есть добрая традиция – заботиться о пернатых. В нашем городе уже в четвёртый раз проходит конкурс на лучший домик для птиц. Площадка его проведения – парк в Подниколе. Птичий жилищный вопрос здесь начали решать ещё зимой. Домики для птиц – это скворечники, синичники, различные домики различных модификаций. То есть всё, что будет пригодно для гнездования птиц. Смастерить скворечник своими руками и стать участником конкурса может любой житель региона. От мала до велика. Успеть нужно до 1 апреля. А уже 14-го организаторы выберут лучшие домики и вручат награды победителям. Мы очень рады, конечно, что есть кормовая база. Мы создаём, чтобы птички зиму перезимовали, вы знаете, проводим конкурс кормушек. А теперь призываем всех, приглашаем поучаствовать в конкурсе на изготовлении интересного домика, креативного домика для птиц. Я участвую в этом конкурсе уже второй раз. Интересен он мне, потому что сами кормушки, домики собирать для птиц и ухаживать за ними. Для меня это очень полезно, это делать вообще для всех. Конкурсные апартаменты для птиц жюри оценит по нескольким критериям. Функциональность, креативность и аккуратность исполнения. Конечно, птичьи домики должны быть пригодны для жилья пернатых. Примеры работ показали в Подниколье на специальном мастер-классе. Построить скворечник просто. Для этого потребуется доска длиной примерно 1 метр 80 сантиметров, толщина которой должна быть не менее 2 сантиметров. Если взять более тонкую, то скворечник будет шумный и холодный в скворечнике. Если взять наоборот более толстую, то скворечник получится слишком тяжелый. Сборку начинаем с того, что к дну, ее размеры 16 на 16, прикручиваем боковые стенки. Их размеры, ширина 16 сантиметров, а высота 35 сантиметров. Потом прикручиваем передние и задние стенки. В передней стенке есть отверстие, оно называется литок. Его диаметр 4,5 сантиметров, чтобы птицам было свободно залезать в домик, и хищники не могли туда попасть. Потом мы прикручиваем крышу. Она должна быть на несколько сантиметров больше. Это для того, чтобы внутрь скворечника не затекала вода. Последним прикручиваем рейку для того, чтобы повесить домик на дерево. Расскажите, пожалуйста, каким образом вы будете прикреплять скворечник к дереву? Сейчас пропустим веревку через рейку, и вокруг ствола платим и привяжем. Через два отверстия. А для чего именно веревка нужна? Веревка, чтобы под небольшим наклоном повесить скворечник, чтобы птицам было легче влазить. Веревка нужна для того, чтобы не травмировать дерево. Вешают скворечник на высоту не ниже трех метров, чтобы до птиц не добрались хищники. И обязательно на восточную сторону, чтобы утром домик прогревался. Для подведения итогов конкурса создана компетентная жюри. Будет оцениваться эстетический вид этого изделия, может креативные какие-то решения, чтобы это было крепление правильно, были сделаны, чтобы были соблюдены минимальные нормы изготовления скворечника. Такие интерактивы способ отлично провести время. Наверняка дома найдутся обрезки досок и парочка гвоздей. А если нет, в любом случае себестоимость материалов для хендмейт-домика выйдет в разы дешевле, нежели готовый скворечник из магазина. Но главное – эмоции, особенно если мастерить домики всей семьей.